27 ноября. Юлия. Письмо называется «Очень нужен ваш совет». Здравствуйте. Меня зовут Юлия. Здравствуйте, Юлия. Меня тоже зовут Юлия. У меня две малышки 11 месяцев и 3,8. Очень беспокоюсь за старшую. Перестала спать днём. Так совпало, что после остеопата, не знаю, совпадение ли это или нет, я не против, пусть не спит. Но есть одно «но». Как мне кажется, она не вытягивает без сна, а именно притормаживает. На тренировках по танцам ей стало тяжело заниматься, зевает постоянно, очень долго засыпает, бывает быстро, но в основном крутится, верстится по часу. Просыпается утром сама в 8,8.30. В сад пока не ходим. Укладываю в 8 вечера, в 8.30-10 вечера. Ночной сон тоже испортился. Стала просыпаться по ночам. Не каждую ночь, но раньше такого вообще не было. Ей обязательно надо пощипать мне руку при засыпании, скрипит зубами иногда при этом. У меня уже агрессия на это всё. Еле терплю. Но что делать? Как помочь, не знаю. Иногда сама ляжет и заснёт, но чаще всего будет ждать меня, пока с ней не лягу и не сяду. Долго засыпает с самого раннего детства. А, так она всегда так это была. Это же не только сейчас появилось. А вы говорите после остеопата. Долго засыпает с самого раннего детства. Ночью всегда спала по 9,5 часов, плюс днём 2-3 часа. Теперь я не знаю, что думать. Мне иногда кажется, что если можно было бы, она жила бы у меня на руках и взяла снова грудь. От грудь я отказалась самостоятельно в 1,1. Хвалю постоянно, подмечаю старания и успехи. Пытаюсь чаще обнимать и целовать, но она начинает баловаться при этом или вообще отталкивает. Изредка нормально обнимается и целуется перед сном. Также срываюсь, иногда на крик, ставлю в угол или мультики отменяю. Родилась кесарево сечение, 18 часов безводного периода, 7-8 по шкале Абгарба, лапка криво шеи, делали массаж. Вот в 3,6 решила, что надо, чтобы остеопат посмотрел. Сказал, что есть зажатости и мы прошли 3 сеанса. Не знаю, где искать причину такого засыпания и поведения. Всё с мамой хочет. Только делать. Руки мыть и есть, спать ложиться и так далее. Помогите, пожалуйста, разобраться. Я в отчаянии, муж считает, что у нас всё в порядке и никакие психологи не нужны. Ну, во-первых, я бы сейчас встречный вопрос задала, как давно это длится. Значит, вы написали, очень беспокоюсь за старшую, перестала спать днём. Так совпало после остеопата. Вот как давно? Если это 11 месяцев назад была остеопата и она перестала спать, то это связано не с остеопатом, а с ревностью и с мелкой. Если это произошло буквально 2 месяца назад, то да, мелкая тут ни при чём. И тогда, может быть, и остеопат виноват. Остеопат-то что? Если он правил шею, соответственно, он подвинул позвонки. Подвинул позвонки, значит, освободил сосуды, которые либо приносят кровь к мозгу, либо оттоком заняты кровью от мозга. Соответственно, поменялось что-то в голове, поменялось что-то в работе структур мозга, нервной системы, вегетососудной системе. И, соответственно, вот такое вот пошло поведение. Значит, здесь нужно помочь ребёнку, а точнее мозгу, справиться с потоком крови, скажем так, если действительно что-то изменилось в сосудах. А сосуды – это, соответственно, всё абсолютно состояние организма. Соответственно, все органы абсолютно пошли работать в другом режиме. И, как я и говорила, что любому организму нужна на любую переменную адаптация. Соответственно, вот у вас и адаптация. Может быть, голова болит, может быть, кружится, может быть, наоборот, слабость какая-то, если наоборот, там сосуды больше пережились. Но я не знаю, что там происходило у остеопата. Но в любом случае, может быть, организм по-другому себя чувствует. И когда мы чувствуем себя по-другому, нам хочется поближе быть к родственникам, потому что там же защита, успокоение. Там тебя пожалеют, погладят, и там легче болячек переживать всегда с родными. Вот она, может быть, поэтому и просит. Но это всё может быть и может быть. Я ничего не могу сказать. Нужно знать, в каком состоянии ребёнок находился до остеопата, в каком состоянии после остеопата, что он делал, какие манипуляции. Если это произошло с рождением малышки 11 месяцев назад, значит, это ревность. И она не пройдёт до тех пор, пока не будете большое количество внимания уделять ребёнку. Как я уже рассказывала в видео, не тогда, когда ребёнок пришёл и начал просить этого внимания. Это не считается. А тогда, когда ребёнок сидит занят своим, а вы подошли и вылили на него сосуд своей любви. Вот тогда он будет удовлетворён и полон, скажем так, этой любви. Не будет ни ныть, ни проситься на ручки, и там внимания не будет требовать. Ну, в общем, тут нужно разбираться. Письмо-то, в общем-то, понятно, что к чему, но мне нужны встречные ответы на мои вопросы, чтобы вся картина была перед глазами целиком, и я могла сказать, почему ребёнок не спит. А может быть, в таком возрасте, потому что уже 3,8, я говорила, что после трёх дети отказываются от сна. Но если у вас с остеопатом связано, значит, это туда нужно двигаться. Я бы сходила тогда к неврологу, бы просила какие-то седатинные успокоительности. Если вы действительно считаете, что ей тяжело пока без тихого часа, и она сонная такая муха, значит, нужно помочь ребёнку уснуть, успокоить нервную систему, акисориата. И с такой низкой шкалой обгар, они, как мы говорили, эмоционально возбудимы, им тяжело ко сну отойти, тяжело контролировать свои эмоции и успокоиться. Значит, опять же, нужно помочь с какими-то седатинными. Но я бы сходила к неврологу. Вот. Внимание, любви, заботы, не нервничать, себе тогда успокоительное какое-то попейте, если вы молоком не кормите. Если кормите, значит, какие-то дыхательные упражнения, чтобы успокоиться, не срываться. Помочь каких-то родственников, чтобы были в доме и помогли вам разгрузить вас на физические дела, так вам легче будет. Вот. С дочкой всё свободное время со старшей проводить. Чемокнуть в макушку мимо, проходя, когда она чем-то занята, а не тогда, когда она орёт, мам, 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 возьми мне на руки. Вот. И поговорить с остеопатом, спросить, если вы считаете, что оттуда какие последствия могли быть от ваших воздействий. Так? Ну и к неврологу пусть поможет каким-то капельками, травками спокойной быть. Наверное, так бы сделала. Ну и не забывайте, что в 3,8 могут дети не спать. Ну, ваши, видите, засыпают, значит, нужно помочь ещё поспать. 21 ноября. Очень нужен ваш совет. Называлось письмо. Юлия. 3,8. Ответили. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...